В течение часа, если я разберусь, тысяча рублей. Два часа, две тысячи, через час. Взял заказик я этот по бесперебойнику Ресанта, еду сейчас. Да, действительно, тысяча рублей это просто выезд. Вот я сейчас еду туда, обратно это бензин. Минимальный тариф вот с выездом должен быть полторы. Короче, впрягся я в какие-то зигзаги здесь, идет в гору дорога, серпантин. Это село то ли Бестужево, то ли Бестужевское. Вот, ну то есть тут на одном топливе можно две сотни только спалить на этих серпантинах. Ну ничего, зато я сейчас узнал дорогу. Немножко скорректирую цены, это все на пользу мне. Все эти заказы, сколько бы они ни стоили. Главное, чтобы УАЗик все это выдерживал, работал. Так, Ресанта. Не работает вот эта розетка и вот этот выключатель, и все, остальное все работает. Так, ну вот, здесь, значит, кабель с выключателя идет на распредкоробку. С распредкоробки идет кабель на светильник, и он где-то в этом месте перебит. Не горит свет. Так, ребята, закончил, значит, я с этой электрикой. Здесь все провел, новый кабель, ну и прочее. И это не самое главное. Самое главное, что я обескуражен сейчас тем, что меня угощают. Я поработал, взял деньги, и мне нагрузили, смотрите, две банки. Тут варенье, тут огурчики, тут еще я не знаю какие. Огурцы, в общем, я хочу вам пожелать, чтобы Вселенная вам давала радость, чтобы давала вам все, что вы пожелаете. И тебе тоже, чтобы семью придется. Я просто сейчас... У меня аж мурашки по телу. Короче, я поработал. Поработал я три часа. Вот, я сказал час тысяча, два часа две тысячи. Дальше мы не разговаривали. Но я вижу, что уже процесс-то затягивается, то есть замена кабеля, разобраться вообще со всей этой электрикой. Там еще неправильно был подключен кабель, не через стабилизатор напряжения, а помимо стабилизатора было подключено две розетки. Вот, ну короче, с этим все разобрался, сделал все как нужно. В итоге, я говорю, ну, смотрю, ну, три тысячи брать как-то, ну, много, наверное. Ладно, думаю, две тысячи. Все. И они такие, женщина, вот, инжирное варенье ели. Я говорю, не пробовал. Она говорит, надо вам попробовать, у меня есть. Я говорю, сколько стоит? Она говорит, не смешите, я вам так дам попробовать. Я говорю, ну, спасибо. И как раз вот заказчику, я сказал, две тысячи рублей, ну, так как мне тут гостинца, вдобавок. Я говорю, тогда полторы тысячи. Мне говорят, не-не-не, типа, две тысячи рублей, все как положено, и плюс гостинца. Сначала мне дали варенье. Потом говорят, огурчики любите, типа, малосольные? Я говорю, люблю. А груши любите? Люблю. Яблоки. Короче, дали, вот еще. Это пакет, я не знаю, с чем это. Это перец, короче. Это инжир, представляете? Я приехал за деньги поработать, еще и так, такие угощения. В общем, вот это вот, вот это мне и нравится, вот в этой работе. Потому что ты работаешь, ну, как бы с людьми в таких отношениях, не в рабочих отношениях, да? А в таких, такие вот человеческой, вот эта человеческая теплота, я говорю, пусть вам в 10 раз больше вернется, чем вы сейчас мне дали. В общем, так вот заканчивается денек. Время 6 часов вечера. В общем, все удалось, получилось. В общем, я сейчас успокоюсь. Я сейчас сразу даже не сяду за руль, не поеду. Я сейчас постою, наверное, тут, чтобы на этих эмоциях не ехать за рулем. Вот так вот. Ну, конечно, если бы мне яблоко мне дали за работу, я бы не был рад. Но когда тебе за работу дают деньги, сверху еще вот тебе варенье, там все-все-все-все-все, так что на неделю хватит. Такой восторг просто от жизни, от жизненного процесса. Дальше, баночка с огурчиками. Смотрите, какая огромная банка. Дальше, целый пакет яблок и груш. Банка с инжирным вареньем. Было две банки. Я сейчас угостил соседа своего. И инжир. Это все еще и за деньги я сделал работу. Супер, спасибо людям, спасибо вселенной, все круто. Так, ну, больше всего мне хочется попробовать инжирное варенье. Блин, как его показать-то? Ммм. Это такая штука. Это волшебная вообще штука такая. Инжирное варенье, это крутая штука. Смотрите, какие огурчики. Да? Ммм. Ну что, вчера 7 тысяч заработал, сегодня 2 тысячи. Вот за два дня 9 тысяч. Поменялся настрой в голове. Вот поменялась и внешняя картина мира. В общем, все более-менее нормально. Завтра на заказик. Ну что, это утро следующего дня. В 9.30 договорились встретиться. Еду. Короче, с этим надо просто смириться. Ну, здесь вот так вот. Эти парковки, это просто огонь. Все узко. Домов понастроили, конечно. А как парковаться, людям хрена не знает. Вот такой вот тут подъемчик. Так, вот я тут встал. Ну что, я приехал. Вот они розеточки. Объем работ. Вентилятор нужен будет еще сюда. Я начинаю. Так, вот эти две розетки. Значит, вот этот подрозетник я глушу. Вот эту перемычку прячу туда. Эту перемычку тоже прячу туда. Вот это вот 220 здесь идет с землей. Вот отсюда я беру кабель и тяну вот в эту часть стены. В общем, пылесос был забит, оказывается, трубка. Прочистил сейчас. Вот это, конечно, минус, что вот так на объектах нормально не поесть. Вот сегодня у меня просто перекус. Это вода, варенье, инжиры, которые вчера мне дали заказчики. И вот хлеб с собой поскоряку взял. И вот здесь вот две груши уже съел. Так, ну что, в этой части я закончил. Кабель кинулся. Я сейчас схожу в машину за коронкой. Здесь будет установлена розетка. В общем, интересно. Есть чем заняться. В принципе, даже по душе так вот вроде как работа. Да, кстати, вот она работа снова с видом на море. Тут вот у меня распред коробочка готовится. Следующая задачка. Значит, вот эта вот розетка висела на вот этих вот проводах. С коробки она была подключена. И я ее креплю сейчас на стену. Готово. Сейчас еще сказал заказчикам, что вот такую крючечку пластиковую купили. Вот, а дальше что? Здесь в ванной вытяжка должна быть. Вот провода торчат. Вентилятора здесь не было. Но какая здесь особенность? Вот бойлер. То есть между бойлером и стенкой 10 сантиметров. И нужно вот сюда вывести эту трубу. Здесь у меня подсыхая штукатурка. Установил под розетник. Буду ставить сюда розетку. И с этим все. В распред коробке соединил кабели. Это я показывал. Здесь один кабель я обрезал и заглушил. То есть он не нужен был, зачем-то выведен. Дальше. Выключатель с дистанционным управлением. То есть сейчас вот принесли вот такую вот упаковочку. Это значит приемное устройство. Вот здесь как раз и стоял похожий какой-то контроллер или приемное устройство. Теперь вот купили вот такой выключатель с дистанционным управлением. Вот прям так я и буду подключать. Ну что, подсадил я его. Я, честно говоря, не подключал такие еще выключатели. Вот так вот, чтобы можно было в кармане его носить. Короче, ваги убрал в коробочку, а приемник вот так вот закрепил. Короб собрал для вентиляции. Вот тут переходники. Он пошел вот на вытяжку. Тут как раз подсохла штукатурка. Буду сейчас ее устанавливать. Розетка на вытяжку установлена. На улице просто прекраснейшая. Вот так вот смотришь на море и отдыхаешь. Вон УАЗик у меня тут стоит. Дальше дополнительная работа здесь появилась. Решили заказчики поменять в двух комнатах розетки и выключатели. Вот они, первые две готовы. Так, ну вроде как завершающий этап. Вентилятор в ванной установил. Значит, здесь вот я соорудил вот этот вот короб. Так, ну что, на сегодня я закончил, но завтра надо продолжить. Установить две розетки, установить крышечку на распредкоробку. Вот так вот здесь эти горные дороги. Это, конечно, жизнь какая-то какая-то. Не привык я к такому. Здесь вот нужно где-то будет сейчас найти место для разворота. Вот, наверное, нет, здесь. О, и туда я не поеду, там что-то высоко. Мне больше всего не нравится вот тут. Это вот. Так, вот сюда я заеду сейчас и здесь развернусь. Да, есть дискомфорт, конечно, в жизни в машине. Вот после рабочего дня ты весь вспотел и нужно бы вообще принять душ, помыться. Но нет, вот у тебя есть тазик и вода. Заказик закончил. В общей сложности я работал 12 часов. Первый день мы обсуждали, что где должно быть этот час. Второй день я работал где-то часов примерно 10. И сегодня час. По оплате 7000 рублей. В общем, сентябрь оказался очень аппетитный. Это пришла посылка мне с дома. Посмотрите, здесь всякая тушенка, свининка. Кофе такой. Кофе такой. Вот такой вот роллтон такой я не беру, потому что он дорогой. И тут какая-то кашка такая-такая. Вот один паштет уже с гусиной печенью я уже съел. Всякие печенюшки. О, там что-то завернуто такое. Интересно, что там такое завернуто? Горбуша. Что там такое завернуто? Прям так завернуто в эту штуку. Это брусничка домашняя. Представляете, это брусничка, которую сейчас собрали в Сыктывкаре. Арахисовая фруктовая смесь. В подушечке скакал. Вообще, я сейчас заживу здесь. Так, ну что, это наша северная сыктывкарская брусничка. Не знаю, тут с сахаром или как. Ммм, с сахарком. Это не сахарком, это брусничка с медком. А медок я отправлял домой. То есть, это медок тот, который я отправлял. А брусничку мне наверняка отправили, чтобы я вспомнил о нашем прекрасном севере и поскорее вернулся домой. Отредактировал свое объявление электрик. Большим работам выезд в устранение неисправности в течение часа, двух, две-три тысячи рублей. И мне теперь интересно, как на это отреагирует вселенная. Я готов. Ну что, новый день, ботинки чистые, рубашка постирана. Вот, закинул я ее на багажник, она должна высохнуть к вечеру, мне в ней спать. Дальше двигаюсь в туалет. Теперь завтрак. Смотрите, как сочно это выглядит. Хочется энергию от такого ценного завтрака направить в нужное русло. Вот электрик, плюс один просмотр сегодня. То есть я перед завтраком сейчас проплачу объявление, чтобы после завтрака поехать уже на заказик. На семь дней до двух раз изменений. Так, услуга применена. Все, можно завтракать, ждем звоночка. Так, ну короче, места уже стало не хватать. Вот, я и сюда перегрузил какие-то продукты. Вот, и теперь думаю подосвободить место. Так, короче, беру сейчас кофе и просто пересыпаю его в баночку с какао. Ну вот, баночка наполнилась почти доверху. Ну что, сегодня 22 сентября. Давайте попробуем сегодня, наверное, покупаться. Солнышко выглядывает сквозь такие вот облака, но может быть и будет возможность покупаться, потому что вчера примерно такая же погода была и люди купались. Вот, а я в принципе-то уже не купался, наверное, неделю. Было бы неплохо принять душ. Еще сегодня сосед решил узнать тут, что насчет бани. Я его идею поддержал и вот сейчас иду узнавать, как тут, какие цены, какие условия. Вот это банька, сейчас узнаем. Что, тут комната отдыха, душевые и финская парная. Два часа 350 рублей. Так, в общем, в итоге убрал я пункт с ценой 2-3 тысячи рублей. Вот, оставил просто выезд, устранение неисправности по небольшим работам. Вот, и в момент разговора я буду уже определяться, какой объем работы и называть приблизительную сумму. Реально, здесь жизнь как будто в природном зоопарке. Вот где вы видите еще вот так вот? Аиста или кто это? Так, посмотрим, что там с акциями. Минус 14 тысяч. Ну ладно, это ломка-то понятно, оно падает жестко. Вот ЛСР я бы хотел, чтобы поднялась немножечко, но даже она не поднимается, 754 уже. Сейчас еще дивиденды сюда должны прийти. Ну что, покупаться сегодня не получилось, поэтому буду стираться. Взял 3 5-литровки, иду за водой. Мне монетка еще, чтобы открыть краник. Все, воду набрал, нормально. Так, ну все, я постирался, развесил, разложил одежду свою, пусть сохнет. Это рабочая одежда моя. Заканчивается второй день, звонков нет. На улице какая-то меланхолия, где этот бархатный сезон южный. И целый день идет мелкий-мелкий дождь. Это вообще напоминает мне Сыктывкарский сентябрь. Ну что, бархатный сезон, говорите? 23 сентября сегодня. Температура где-то 15-14 градусов. Короче, пошел я менять свое эмоциональное состояние. В машине вообще сидеть невозможно. Тоска какая-то. Пойду прогуляюсь. Правда, этот дубак по южным меркам. Сейчас плюс 15. Завтра пятница. Впереди выходные. Надеюсь, будет какой-то заказик. Сергей, доброе утро. Доброе утро. У меня дома было 5 словаков. Я сейчас сделаю 15 словаков. Надо подключить дом. Один фаз был, сейчас трех фаз. Надо подключить дом. Иди, посмотри, пожалуйста. Во футбол, например, стоит эта работа. Ну, выезд, минимальная работа 2000 рублей. Нет. Мне надо, чтобы вы зря не ехали. Если вы знаете эту работу, у меня два дома. Мой и так. Два дома надо подключить. Мне приехал один вчера, сказал 5000. Говорит, будет стоить. Он что-то стал смотреть, смотрит. Я так понял, что он не работник. Давайте я подъеду в течение часа. Сейчас я позавтракаю и подъеду к вам. Так, смотри, Серёжа, а мы с оплаты давай решим, что вы тут сейчас приедете, если я не получится, скажет мне выезд. Нет, если у меня ничего не получится, нисколько. Если я в течение часа подключу всё это, 2000 рублей. Если в течение часа подъеду. Да ладно, ладно. Хорошо. Ну что, два дня не было заказиков. Сегодня третий день. Вот нарисовался. Погнали посмотрим, что там такое за подключение с однофазного питания на трехфазное. Ну что, не взял я этот заказик. Вот такая вот там ситуация. Был подключен огромный дом на одну фазу. То есть приходила фаза, ноль и земля. Она пошла вот здесь подключена. Она пошла вот куда-то в распредкоробку, как мне хозяин говорит, распредкоробка там видна. И вот здесь вот щиток с автоматами. То есть тут щиток с автоматами в одной. И вот здесь вот щиток с автоматами распределения на комнаты, на освещение, на розетки. Там 4 или 5 автомат. Сейчас в дом ему завели 380 вольт. Вот сюда подключили. То есть одну фазу подключили, как она и была. А две фазы висят в воздухе. То есть их нужно подключить на автомат трехфазный. И завести эти три фазы вот на этот щиток. Все понятно, без проблем. Вообще берешь пятижильный кабель, три фазы, земля и ноль. И тянешь его на этот щиток и распределяешь фазы по группам. По тем автоматам, которые уже есть. Там второй этаж, первый этаж, розетки, ванна там. Но каким образом я буду вот этот вот кабель новый вести по зашитым стенам. Они чем-то там зашитыми досками или чем-то какими-то панелями. По потолку и вот заводить в этот щиток. Вот для меня вот это вот непонятно. Даже если я и скажу хозяину, что нужно разбирать вот эту стену, заводить сюда кабель. Потом разбирать панели на потолке, заводить сюда кабель. И он согласится. И я думаю, а мне-то это зачем? Зачем мне разбирать этот ремонт? Вдруг что-нибудь там я сломаю? Или что-то пойдет не так? А цена-то фиксирована. Вот, поэтому я короче на все это посмотрел. И говорю, нет, это делать не буду. Бывают, не нравится мне вторичка. Вторичка это сначала нужно разобрать то, что есть. Потом сделать так, как нужно. Мне больше нравится сразу прийти и сделать так, как нужно. Правильно это называется зона разграничения и подготовка рабочего места. Когда электрику нужен доступ, допустим, к кабельным трассам, должны прийти отделочники, разобрать стены, потолки. Электрик сделал свою работу, пришли отделочники и зашили обратно стены и потолки. Чтобы электрику не заниматься работой за отделочников. В общем, до этого тоже приходил электрик, мне сказал заказчик. Посмотрел и ушел. Но хочу сказать, что человек в беде не остался. Он мне сказал, что у него есть знакомая электрика. Но он сейчас занят. И вот он набрал знакомого электрика. Я ему объяснил, что там к чему. Ну и все, на этом разошлись. Что можно сказать? Вода грязная от волн. Вода грязная от того, что стекает сюда мзым. Что-то прошли дожди. Но люди купаются. А что делать? Отпуск не резиновый. А еще на улице прохладненько. Да, и напоследок сегодня скажу. 16 просмотров объявления. И один звонок был с утра. Третий день без работы. Завтра суббота. Может быть выходные что-то принесут. Короче, время 10.30. Это день, утро. Вот и очень резко потемнело. Ну, сейчас вот по прогнозу должна быть гроза. Должен быть дождь. Классно же. Дождь бьет по крыше. Сейчас будет горячая еда у меня. Печеньки. И горячий кофе. Так можно пережить любую непогоду. Короче, очень-очень. Короче, очень холодно. И вот это вот все постельное. Оно какое-то влажное после того, как целый день был дождь. Вот, напоминает мне это все вот тот февраль, март, когда снег был в Сочи. Очень холодно, противно прям. Хотя на улице где-то плюс 12. Но это сегодня самый холодный день. Там плюс 15 сегодня было. Дальше будет плюс 19, 20, 21. Вроде как и дальше будут сухие деньки в октябре. Сегодня 25 сентября, конец дня. Причем еще месяц назад я тут спасался от жары. Там обливал себя водой перед сном. Открыто дверью спал. Прошел месяц. Ну, наверное, может месяц и 10 дней. И все жесть. Резко погода поменялась. Так, ну вот, приехал я примерно в это место. Значит, поехал я на автобусе. Потому что на машине с этими пустыми разъездами закончился газ уже. Вот, на автобусе как-то подешевле. О, смотрите, хурма растет прямо у дороги. Она зеленая. Так, ну вот, завели новый провод. Значит, кинули его на автомат 40 ампер. С автомата на счетчик. Со счетчика пошел черный. И он соединяется вот со старым белым проводом. Короче, при включении фена или потребителей каких-то там холодильника, короче, выбивает. Ясно дело, проблема не в нем. Проблема в старой проводке, которая идет в стену. Видать, где-то распред коробки имеют... В распред коробках плохой контакт, скорее всего. Второй этаж. Значит, вот какая-то коробка. На лампы идет. Тут выключатель. Короче, где-то здесь заходит кабель с улицы. Дальше этот кабель распределяется по второму, по первому этажу. Вот это вот все тут. Вот это что-то. Заходит он откуда-то оттуда. Здесь все в стекловате. Там стекловата. То есть нужно будет новый кабель кинуть под стекловатой. И сделать такие же новые коробки. Желание под стекловатой ползать никакого. Нахер. Выключатель. Лампа. Один кабель приходит. И один кабель. Тут какие-то скрутки. Это, скорее всего, распределение на первый этаж. Блин, жесткое желание не делать это. Я не хочу дышать стекловатой, чтобы у меня руки чесались. Потом я хочу нормальный заказик. Но впереди, я уже говорил, переломный момент. Скорее всего, я буду снимать сейчас комнату вдвоем с товарищем. Вот. Поэтому деньги будут нужны. Поэтому действительно мозг уже думает в направлении, как не отказаться от заказа, а как его сделать с наименьшими затратами для здоровья. Сколько розеток нужно добавить? Восемь точек, да. Так, ну это где-то около восьми тысяч рублей будет. А без кабеля общая работа у нас... Так, приехал на второй заказик. Где-то здесь вот этот дом. Буду сейчас искать. Показывает куда-то туда. Смотрите, какие узкие лесенки. Один человек поместится так. Так, в общем, вот такая работа. Мне сказали, где лежит ключ. Я захожу. Так, вижу, что здесь штрубы. Здесь уже под розетки готово все. Тут, видимо, две розетки будут. Так, ну вот, выведены кабели от некоторых линий, которые идут на лево. И вот сюда нужно будет тянуть кабель на вот эти вот, на точки. Вот такие дела, короче. Тут надо еще с этими точками. Значит, здесь нужно будет устанавливать розетки-выключатели, механизмы все поставить нужно. Вот, ну и вопросы тут некоторые есть. Да, вот здесь, допустим, выходит аж четыре кабеля вот в этом месте. Тут, видимо, должен быть выключатель или что-то непонятно. Вот здесь вот, допустим, должна быть розетка. Вот это вот вывод под, видимо, бра. И вот это типа как шлейф, что ли, идет отсюда. Или что это написано, линия 1. В общем, с этим всем нужно будет разобраться, что, куда должно идти. Вот здесь тоже, допустим, что за кончик, от чего он запитан. Это нужно будет разбираться. Но тут подписано тоже, вот, линия 1. Это, ну, я так понимаю, кондиционер. Так, еще ванну нужно посмотреть, что здесь сделано. Ага, в ванной здесь штроба есть, кабеля нет. Здесь будет натяжной потолок, кабель вести нужно будет по потолку. Это что? Здесь по плитке. Ага, там штроба есть, нужно будет вывести кабель. Здесь есть труба, по которой можно будет вывести кабель. Блин, вот это вот разбираться, как оно должно было быть. Странно, конечно, здесь написано. Видите, написано room, выключатель, кухня. Здесь написано fridge, холодильник. Некоторые моменты здесь написаны на английском. Зачем так? И розетка написана на английском, на латинице. Так, в общем, что я считаю, сколько это все стоит. И закладываю сумму, чтобы мне разобраться со всем, с тем, что уже тут есть. Ладно, две тысячи рублей разобраться с тем, что тут уже есть. Вникнуть, что хотели сделать. Тильник, скорее всего, тоже мне вешать придется. Думаю, что я здесь примерно на недельку. Первый день это принести инструмент, вникнуть. Ну и со второго дня только начнется работа. Вот, например, что хотели здесь сделать. Я так понимаю, хотели сделать распред-коробку. Вот, даже есть под нее ниша. Но почему-то вот так вот со скроченной это нужно будет раскручивать и закладывать в распред-коробку. Так, ну вот, получился такой расчет. Значит, точки с подрозетниками. Это вот такие. Их девять. И установить механизм, выключатель, либо розетку. Двести рублей штука. Это 1800. Две. Так, подведен кабель к нише. Вот к этой нише. Но подрозетника нет. То есть его надо еще установить на гипс. 12 штук таких. 12 штук на 500 рублей. 6 тысяч. Ниши без кабеля. 15 штук. Вот такая вот. Есть штроба, кабеля нет. Ниша уже высверлена. Таких 15 штук. На 600 рублей. Это 9 тысяч общего. 15 штук. Щиток 8. И 30 метров кабеля нужно. Это 3000. Плюс разобраться с тем, что есть. Это 2000 еще. На кем. Две. 30 тысяч. Все. Посчитал. В общем, 30 тысяч получается. Закончить. Ух ты. Так много. Да, посчитал, что кабеля тут нужно еще примерно метров 25-30. Ну и вот, ну все, вот раздел посчитал. И вот, в общем, так получилось. В общем, вы подумайте, если что, цена вот такая вот у меня. Ну я понял. Ага. В общем, цена тоже вот не с потолка взялась. Вроде вот все посчитал, каждую точку, что, ну не сильно это дорого, что вот 12, допустим, подведен кабель к нише. Да, вот в этой нише нужно вот этот пластиковый подрозетник установить на гипс и вывести туда кабель. И потом смонтировать механизм, то есть розетку или выключатель. Вот таких здесь 12 штук, 12 точек по 500 рублей каждое. Вот 6 тысяч получилось. В общем, вроде везде все адекватные цены, но получается вот такая вот цена общая тридцатка. Ну, объем работ есть, поэтому и цена сложилась такая. Кстати, интересная очень квартирка. Вот смотрите, получается вот окно вот так вот в пол, а там вот море видно. И потолок очень низкий, а вот здесь в этом месте у окна я до потолка рукой достаю. Ну вот примерно так. По телефону, когда договариваешься, как бы одно, когда обязательно нужно приезжать на объект и смотреть, что по факту там своими глазами. Потому что так вот можно было посчитать по телефону, сумму сказать, поехать на машине. Оказывается, там вместо вот 8 точек, да, как мне сказали, доделать, там оказывается нужно вообще полностью розетки поставить. Вот и много точек, которым подведен кабель, но еще не установлены даже под розетники. Вот цена, сначала я сказал 8 тысяч примерно будет, а сейчас приехал, посчитал, вот уже 30 тысяч. В общем, все, двигаюсь обратно. В общем, два заказика. Один уже точно сказали, видите, дорого. Второй заказик, я не хочу в стекловать и ползать, и ползать по этому чердаку. Пока, короче, оттягиваю время, пока я не хочу. Либо ставить цену такую, чтобы день работы там ставить 12 тысяч рублей, ну вместе с бензином, то что я туда приеду. Вот, наверное, я так и сделаю. Сделаю десятка работа. Туда обратно приехать 2 тысячи. А, плюс еще там надо было розетки же проложить к другим местам. Короче, пятнашка общая, делать пятнашку. Хрен знает, что делать. Короче, я не понимаю, что делать. Я весь такой вот. Вроде бы этот можно было заказ сделать, но по дешману вообще не хочется работать. Какой прикол. Вот, смотрите, в том заказе, где стекловатта, нужно еще прокинуть 3 розетки в трех разных комнатах. Ну, в кабель-канале. Ну, то есть это каждая точка. Сколько? Ну, не тысяча же рублей стоит точка, повывести розетку. Кабеля нет, ничего нет. Нужно будет мудрить, откуда-то выводить этот кабель. Ну, минимум даже 2 тысячи взять. Три точки. Шесть. Кабеля там будет, ну, метров, допустим, 20 нужно будет, да, проложить. Это две тысячи. Шесть и две восемь. Две распредкоробки, как минимум, там уже есть по тысяче каждая. Это уже десятка. Плюс мне туда нужно будет приехать еще. День, два или не знаю. Ну, допустим, тысяча рублей. Одиннадцать. Разобраться со всем. Еще тысяча. Двенадцать. И с учетом того, что это работа со стекловатой. Сколько это может быть? Это же тоже нужно будет учитывать. То есть, допустим, даже в пищу рублей по минимуму накинуть это тринадцать. А меньше-то и не выходит. Хотя нужно будет бросить всего лишь кабель на втором этаже. Ну, и три розетки. Короче, говорю, по этому заказу пятнашка. Блин, не согласятся там 15 тысяч рублей? Ну, а за хлеб тоже работать просто за... За сколько? За... За семь тысяч рублей. Типа день работы семь тысяч рублей. Да, за день я там не сделаю. Там три розетки кинуть еще надо. Семь тысяч рублей это просто на еду. Ну, я же не могу работать на еду. Я вот это вот не могу понять. Нет, надо ставить цену, за которую хочется работать. Вот все, я сейчас скажу 15. За 15 я еще готов принять эту стекловату и работать во вторичке. Кидать кабели в кабель-каналь. Короче, написал 15. Я уже работал так 11 лет, когда работа в тягости и вообще не хочется. Вот я не хочу повторения. То есть, если работать, то с такой... с такой мотивацией, чтобы хотя бы хотелось работать. Видите, кто хотел в Сочи приехать, работать разнорабочим. Вот рабочие дома такие есть. Объявления повсюду. И в Адлере, и в Сочи, и в любом месте. Вот работа, питание, проживание. Это рабочий дом, там каждому кое-какое место. Кормят, вроде как кормят. Вот. И зарплата там полторы тысячи в день. В среднем примерно так. 1300-1500 в день. Кстати, вот этот вот объект, который я сейчас подсчитывал. Видите, там тоже человек работал-работал, потом раз и прекратил работу почему-то. Как вот так может быть, что работал-работал? А, ну может быть стандартная штука, что поработал, половину ему заплатили, и он пропал. Как вариант такой вот может быть. Ну тоже интересно. Не может быть из-за того, что там хозяин уехал, потому что я сейчас без хозяина зашел в квартиру. Вот. Доступ в квартире как бы есть, заходи, работай. Но почему-то тот человек пропал куда-то. Хочется, чтобы более-менее по душе было. Она и так работка пыльная. Поэтому совсем в какую-то грязь, в какие-то дебри залезать неохота. Ну, либо я ставлю такую цену, на которую люди что-то не согласны пока что. Будем ждать тех, кто будет согласен. Смотрите, вид какой красивый, из пешеходного подземного перехода. Блин, не видно нифига. А вот сейчас видно море. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ